Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Климчук, у нас сегодня в гостях Елена Бараникова, и тема нашего сегодняшнего выпуска – это женская энергия. Лен, что такое женская энергия? На самом деле это очень широкое, Миш, понятие. Широкое понятие, когда женщина чувствует себя, потому что чувствует себя хорошо. Она чувствует, что у неё есть силы творить, у неё есть силы заниматься с детьми, у неё есть силы ходить на работу, у неё есть вдохновение, то есть у неё есть эмоциональный подъём. То есть она чувствует, что в этом состоянии она может очень многое сделать. Это получается некое психологическое состояние, которое помогает даже в физическом состоянии, в плане того, что человеку комфорту ничего не мешает, ничего не болит. И психологически мы, скажем так, подкрепляемся. Да, и это влияет на все сферы жизни. На какие сферы может повлиять? Во-первых, сфера здоровья. Так. То есть из этого состояния она может долго пробежать, допустим, на дистанцию. Она может пойти на прогулку, прогуляться. Она может, то есть она физически может что-то сделать, да, она может там приборку в квартире, допустим, сделать, да, или какой-то новый антураж, что-то такое, творчество у неё включается. То есть вот в плане здоровья – это силы. В плане финансов это очень сильно отражается, потому что если куда энергия, туда фокус, да. А можно поподробнее, да, вот так как всё-таки я занимаюсь бизнесом, да, ты сейчас заговорил про финансы, вот немножко поподробнее, то есть вот с этого момента. Каким образом вообще благоприятная вот эта женская энергия, да, каким вот образом она всё-таки влияет на финанс? Ну, во-первых, давай напомним женщинам, что через женскую энергию и через в том числе женская энергия-сексуальность, ну я не про декольте и мини-юбки, через женскую энергию мужчине, вот этой женщине, её мужчине даётся деньги больше. Он начинает больше зарабатывать, потому что она его вдохновляет. А женщина какая может вдохновлять? Только у которой есть энергия. У которой счастливая. Да, да, наполненная, то есть, понимаешь, она вот как коробочка наполненная, ну или там шкатулка, я не знаю, с драгоценностями, она наполненная, она не пустая. А вот и тогда даётся финансы, и ей приходят финансы на её хотюшки. И знаешь, что самое, я же очень давно с женщинами работаю, я, ну может, это и не тайна, но я просто тебе скажу свою статистику. Когда я встречаюсь с женщинами, я вижу, что у многих хотюшки, вот они сначала вроде по молодости как бы много, потом они со временем, эти хотюшки уходят, либо женщины их просто забывают, либо вообще стараются не вспоминать. Поэтому вот когда у женщины есть энергия, у неё есть много хотюшек, и на эти хотюшки её мужчине даётся поток финансовый. Вот как это работает? Ну да, ты всё правильно говоришь про психоэмоциональное состояние. Я вообще нашим зрителям в подтверждение этих слов рекомендую посмотреть фильм. Называется «Красотка в ударе». Ну это русский фильм. Видела, нет? Я не видела, честно. Рассказываю, ну такая вкратце история. Ну девушка влюбила, скажем так, ну была влюблена своего сокурсника, или там учились в одном классе, я не помню сейчас там точно. Вот, и она всячески была, ну как тебе сказать, испытывала комплекс о том, что она какая-то неполноценная. То, что у неё тонкие губы, то, что у неё маленькая грудь, то, что у неё ноги какие-то не такие. То есть у неё не было уверенности. Да, не было уверенности. И в итоге она решила для себя пойти и сделать пластическую операцию. То есть улучшить себя. Вот, а она жила с мужем, которого, скажем так, она не любила, но всячески потакала его каким-то вот слабостям. Вот он нигде не работал. В итоге это даже в какой-то определённый момент заползг в ней в карман и вытащил у неё те деньги, которые она хотела потратить на пластическую операцию. Хотела сначала увеличить грудь, и с этого как бы типа жизнь её улучшится. Вот, и так произошло, что в результате ссоры он кидал в неё там какой-то китайский прибор, который попал ей в затылок, и в итоге она, потеряв сознание, потом она очухилась, видит, что она не понимает ничего, её в лифте везут, закутанном в этом. Муж её, короче, закутал в этот самый ковёр и попытался, видно, куда-то вывезти. Ну и потом происходят с ней какие-то определённые трансформации. Она видит себя в зеркале и видит, что у неё грудь четвёртого размера, что у неё губы пухлые, что у неё ноги красивые, ещё вообще такая вся красавица. И в итоге она начинает ретранслировать, вот подытожим, скажем так. Она начинает ретранслировать, что она такая красивая. И все начинают её воспринимать именно такой, какая она себя показывает. То есть вот сейчас мы и подходим к тому, что очень важно иметь психоэмоциональное состояние, именно быть заряженным. Вот сейчас как раз вот и подходим. Каким способом можно зарядить себя для того, чтобы другие люди начали тебя вот именно воспринимать таким, каким ты хочешь быть или таким, какой ты есть изнутри? У меня, знаешь, Миша, сначала предложение, знаешь, пойти с другой стороны. То есть знаешь, с какой? А что разряжает? А что наоборот разряжает? А разряжает в каком смысле? Что энергию убирает, что из женщины выводит энергию. А, понял. Ну, наши, скажем так, вампиры, которые из нас забирают наши жизненные силы. Вот ты один из главных сказал. Потому что знаешь, что объединяет миллионы женщин во всём мире? Что? Это как раз неуверенность. Особенно если, знаешь, уже есть такие вот с детства установки, которые прививают родители, ты знаешь... Коллеги по работе. Да, я, знаешь, хочу из детства такую историю рассказать у меня было. У меня был сосед, мальчик, он одноклассник был, и у него был друг. Я один раз иду по дороге, и вот они едут на велике, и что-то мне крикнули такое. Вот для меня это было, знаешь, вот как будто меня водой прям вот так вот облили. То есть мне было очень неприятно, что они сказали. А ты можешь повторить? Ну, они сказали, что ножки французские, француженки, то есть они такие хрупкие, типа вот такого было, да. Но я это восприняла, вот понимаешь, восприятие это восприняла, что меня как бы, ну, оскорбили, да. То есть моё достоинство физическое. Вот. И у меня это на какое-то время так засело в мой мозг, да, засело, что я долгое время с этим жила. Пока не получилась другая ситуация. Когда мне начали делать комплименты, говоришь, что, слушай, ну, у тебя такие стройные ноги, вот они, да, француженки. То есть, знаешь, когда узкие щиколотки вот эти, и вот идёт женщина, и у неё действительно вот ноги прямо вот они изящные, да, они стройненькие. И пока у меня это не трансформировалось, пока мне несколько человек не сказали. Ну, я ещё велосипедом начала заниматься, бегом начала заниматься. Ну, естественно, что ноги, они… Ну, ты как раз сейчас и говоришь, для того, чтобы исключить влияние отрицательных, ну, возьмём, скажем так, каких-то комментариев, возгласов, как раз можно положительной энергии в виде приятных комплиментов, да. То есть, потому что все люди неоднородны своей массе, для тех, кто не в курсе. Да, и, соответственно, можно, во-первых, тут, конечно, можно сегментировать людей, да, то есть мы, возможно, не, как сказать, вы реагируете не на те комментарии, которые бы, наверное, надо было бы реагировать. То есть не та аудитория, которая вам что-то говорит. Поэтому здесь и поиск аудитории тоже очень важен. Получать именно правильные, скажем так, комментарии именно от тех, кого вы считаете, что они действительно цены. Потому что умные люди, они зачастую лишних слов не бросают и не осуждают. Это в основном, ну, скажем так, привилегия достаточно малообразованных людей и невоспитанных. Есть такая фраза «достоинство никогда не унизит достоинство». Оно понимает просто. Ценность и значимость. Получается, вот энергия на эти мысли, Миш, вот на эти мысли у женщин, энергия уходит, да. Ой, а как там мой ребёнок, да, тоже мысли пошли, да, а там он, всё ли хорошо. Вот в конце, в завершении мы же будем говорить, наверное, про четыре грани женщины. И там вот как раз, вот если она занимает позицию хозяйки такой вот рьяной, то есть есть плюсы и минусы, да, главное не уйти в крайность. Так вот, энергию занимает вот эти мысли, вот эти установки убеждения, которые могут быть с детства. Далее, это какая-то ситуация жизненная, у всех встречается, да, допустим, влюбились первый раз, да, дальше у подростков там вот с прошлого эфира, да, это неуверенность себе тоже. Поэтому здесь очень много факторов. Дальше, если это какое-то физическое состояние, ну, допустим, в критические дни у женщин, допустим, да, тоже энергию… Питой вечер могут тоже быть, да, то есть какие-то… Да, тут может быть вот, ну, как человек с каким данными рождается в том числе, но больше всего всё-таки вот этой энергией забирается вот эта внутренняя мысли, вот эта самокритика, самокопание, самоедство и недовольство, потому что, знаешь, ресурсная женщина считается женщиной, которая довольная. И она как бы такая берегиня, её раньше называли. Что такое берегиня? Это не от слова берег, а от того, что она может сохранять свои границы. Вот как любой человек, вот границы, что ты позволяешь, чтобы с тобой делали и происходило, и что ты не позволяешь. То есть вот это такое очень… Она выше над ситуацией получается. Да, 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 вот. Ну и, конечно, что ещё хочу сказать там? Понятно сон, понятно питание, да, вот это всё, что сейчас очень модно, сейчас об этом много говорят, там, курсы по питанию, марафоны по питанию, и там много чего говорят, да. Но я тебе ещё хочу сказать, что вот сейчас мы скоро перейдём то, что наполняет энергией, да, и когда человек знает, куда у него уходит энергия, ну, допустим, знаешь, если женщины в возрасте иногда бывает, они сядут на скамеечку и начинают рассуждать, а какое правительство, а какое там вот сейчас там их не ценят, их там забыли, там дети там недовольны, я там всю жизнь на тебя положила, да, ты там такая-то, такая-то и так далее. То есть они вот эту вот негативную энергию кумулируют и как бы перебирают косточки, да. Но они, получается, в ней живут, то есть они находят в ней некое даже удовлетворение того, что они это просто обсуждают. Вот, поэтому энергия туда уходит, да, то есть опять же, куда фокус, туда энергия. Вот зная вот эту фразу просто, и если человек 90%, если он уже понимает, куда у него энергия уходит, или у неё, допустим, какая-то подруга негативная, которая выливает на неё какие-то свои проблемы, такое же тоже бывает. И она не хочет просто в это погружаться, вроде бы, но она хочет быть хорошей. Знаешь, есть такое, есть хорошая девочка понятия, да, то есть это та девочка, которая, которая всё время на уши там подруги что-то вешают, да, или, допустим, начинает вот, как у нас консультанты приходят, начинает какое-то дело, да, вот, ну, допустим, наша бьюти-индустрия. И говорят, да куда ты пошла, да ты что-то посмотри на себя, там, зачем тебе это надо. И вот эти вот голоса, образно говоря, они очень сильно идут туда, ток энергии. То есть человек в это время мог бы какие-то действия совершать, а он просто начинает слушать, и он начинает в это верить. И получается, что и уверенности нет, да, получится, не получится, а вдруг вообще-то моё, не моё. И вот большинство на корню вот этих предпринимательских шагов у людей прямо загасает. Вот прямо на корню, то есть ещё ребёнок не успел родиться, а его же вот в утробе, его, ну, образно говоря, уничтожили, да, уничтожили вот эту мечту. Потому что, знаешь, ещё вот, когда мы будем говорить, как, что пополняет, когда человек скучно, знаешь, есть такой дом, работа, дом, работа, скучно. То есть у человека уже нет какой-то энтузи... Он теряет желание вообще даже, ну, банально следить за собой. Да, и понимаешь, то есть энергия уходит, вот она уходит вот на это пустое какие-то, ну, фильмы какие-то можно посмотреть, но ничего не меняется в жизни. Оно, что было год назад, что сейчас, оно остаётся тем же самым. И получается, что тут тоже туда энергия уходит. Вот, и если на самом деле мы об этом будем почаще думать, а куда я свою энергию трачу? Да? Вот утром, знаешь, я тут, Джо Диспенза, у меня любимый автор, я его часто слушаю, а там вот эти про квантовые... Аудиокурсы? Это что, аудиокнига? У него и аудиокниги есть, и такие книги есть разные. Но суть, он же, у него была своя травма личная, там его сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде, и у него как бы позвоночник, сказали, что он вообще там надо вот металлический такой штифт вставлять, но он силой мысли, правильной позиции тела он себя вылечил. И сейчас он нейрофизиолог, он рассказывает о том, как работает, насколько сильна мысль у человека, насколько вот туда именно уходит энергия. Превращается, да, в сигналы, нервные сигналы, и, соответственно, тело уже... Кстати, да, вот, сейчас вот ты правильно заговорил, интересный, кстати, момент, что действительно человек может даже перекашивать вот эти мысли, то есть ужасные там, да, чтобы мне всё там плохо, и вот этот весь негатив, люди даже начинают как-то гордиться. Как с коронавирусом. Даже, кстати, влияет это и на походку человека, вообще всё влияет, именно внутреннее состояние, поэтому, чтобы было понятно, и мужчины тоже обладают энергией, то есть есть мужская энергия, да, также есть у противоположных полов, это идёт даже какой-то обмен энергией. То есть иногда говорят, что вот у мужчины, например, у него преобладает женская энергия, тоже как вариант может быть, то есть это именно психоэмоциональное такое состояние, которое вот выливается в проявление, которое, скажем так, присуще той или иной группе. Да, да, ну то есть эта тема, это очень актуальная тема, и если вот сейчас переходить вот твой вопрос основной, который ты озвучил, да, что пополняет, да, то есть мы знаем, что стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст, да, мы сейчас говорили о стакан наполовину пуст, а сейчас всё-таки что же нужно сделать, чтобы пополнить? Так вот, как раз, конечно, помнишь, в прошлом эфире мы говорили про энергоблок человека, да, что я спрашивала, дух или тело, да, там же есть дух, тело, эмоциональная составляющая, да, то есть из нескольких блоков этот энергоблок состоит. Так вот, пополнять каждая женщина может даже на интуитивном уровне, если только она себе задаст правильный вопрос. Как ты думаешь, какой? Кто я, наверное, нет? Так, ещё. Ты правильно, правильно мыслишь? Что я, может быть, если вот как вариант тоже задать, потому что, ну, задавая какие-то вопросы, которые отвечают, ну, скажем так, касаемо существительных каких-то, да, позволяет нам определять сущность предметов, да, то есть, соответственно, кто я, что я, зачем я, зачем я, что я хочу от этой жизни, какой жизни я хочу, да, и так далее, то есть, всё равно мечты-то они есть. Ну, в любом случае, обращение к внутреннему самому себе, да, то есть, для того, чтобы понять, что ты себе представляешь, именно, задавь какие-то себе вопросы. Вот, быть честным самой собой. Да, есть такая, знаешь, методика, вот я просто когда-то, ну, иногда посещал, когда учился на курсах определённых по кинематографам, я там добрал курсы по психологии, и существует такое, как сказать, определение, когда вот тебя, даже тобой манипулируют, то существуют три вопроса, которые ты, вот, не знаешь, что за ситуация, что творится, и чувствуешь, что на тебя как-то давит, то существует три вопроса, которые ты должен сам себе задать. То есть, первое, что я делаю сейчас вот прямо, то есть, я вот сейчас сижу здесь за столом и пью кофе-то, да, вот, что я чувствую? Вот я сейчас чувствую, сразу тебе скажу, спокойствие, потому что ты излучаешь спокойствие, мне достаточно комфортно, вот, всё прекрасно, вот, и зачем я это делаю? Самый главный вопрос, зачем я это делаю? Миша, ну, скажи правду. Да, зачем я это делаю? Ну, во-первых, я от этого получаю внутреннее удовольствие, то есть, соответственно, я могу себя за счёт того, что получаю постоянное удовольствие, а не просто хожу и как-то работу, трачу время. Соответственно, отсюда всплывает очень много положительных моментов, то есть, это тот же энтузиазм, это тот же заряд бодрости, который я постоянно испытываю, вот, и плюс, наверное, я здесь решаю какой-то свой такой вопрос, как бы уже как миссии там, да, или миссии. Здесь вопрос не в том, что сейчас меня можно где-то зацепить за это слово, вопрос немножко в другом. Когда ты чего-то добиваешься, то у тебя появляется то состояние выше, когда ты не реагируешь, во-первых, ты не реагируешь на ситуативность, какая присуща в нашем мире, и ты хочешь что-то изменить уже не только внутри себя, да, а ты готов, и у тебя есть силы для изменения формации уже у других, то есть менять формацию других людей. Соответственно, за счет этого, в отличие, то есть, вот мы сегодня как раз проговорили про вот эту живопись, да, это способность видеть ситуацию не в, скажем так, в самой ситуации, говорятся, а видеть и причины, и следствия, и видеть, что можно сделать. То есть, когда ты встаешь над ситуацией, ты прекрасно понимаешь, до тебя не работают такие вот ограничения, как время, то есть ты просто знаешь, как что будет, да, то есть на тебя не влияют внешние раздражители, как мнение других людей. То есть ты от этого всего отходишь, и тогда у тебя происходит вот это наполнение, и ты чувствуешь, что ты готов что-то дать. Ты теперь, ты сказал сейчас самое главное, Миша, то есть ты сейчас буквально раскрыла всю тему, да? Ну, в двух словах, да, возможно. Да, в двух словах, что значит мышление мужчины, да, насколько мужчины в этом плане очень гибкие в том числе, вот. Ну, ты тем более такой уже опытный бизнесмен, и как мужчина такой достойный, да, и семьянин, и так далее. Поэтому, конечно, ты все это реально понимаешь, да? И ты вот сказал слово «я сейчас чувствую», да, потому что вот это вот ресурсное состояние, когда человек чувствует особенно безопасность, помнишь, опять же, по пирамиде Маслоу, то есть что должен испытывать в первую очередь человек? Безопасность, когда женщина испытывает безопасность, что у нее есть жилье, что она любима, да, вот что сейчас, канун 8 марта, вот мне хочется, знаешь, Миша, вот это передать, что вообще женщину может наполнить на самом деле. Многие ведь ждут, ну, допустим, чего-то там, какой-то большой покупки, допустим, или там путешествия какой-то, какой-то крупного чего-то, да, а на самом деле ведь искусство в мелочах. И вот этот поэнтилизм, про который мы с тобой сегодня говорили, да, в живописи, вот эти мазки, подходишь близко, и ты видишь просто мазки. А когда ты отошел подальше, ты видишь, что это картина, это корабль, там, да, там, алые паруса и так далее. И получается, что вывод, что когда женщина учится и умеет радоваться мелочам, вот вы мне там угостили меня чашечкой кофе, благодарю, да, пригласили в гости, здорово, благодарю, да, то есть вот эта вот энергия высших вибраций, в том числе благодарности за то, что уже есть, получается, что вселенная, она действительно начинает посылать еще больше благодарности, она каких-то вот, какие-то подарки там и так далее. Знаешь, у меня на днях позвонил мужчина, говорит, вы знаете, впереди 8 марта, хочу заранее подготовиться. И прямо вот буквально мне продиктовал такой хороший заказ для своей любимой, то есть он, я понимаю, что он отдает на ему, на ее придет еще больше. Это я вот, наверное, сейчас к мужчинам такой не говорю, что надо транжирить все деньги на женщину, но когда мужчина вкладывает деньги в свою женщину, да, и он дарит ей не просто миска-стрюлька, да, что-то бытовое такое, это можно в другое время подарить, но не на 8 марта. И вот женщина радуется мелочам, да, она радуется каждой мелочи, она наполняется, она пошла на спорт, она радуется, да, она физикой поработала, она пообщалась. Девишники, почему вот я, почему, Миша, провожу девишники? Ты знаешь, женщина уходит другая, то есть девишники – это обмен женской энергией, это самое крутое вообще, что может быть. Ты как раз сейчас говоришь про источники формирования женской энергии. Вот эти девишники – это источники, да, это не просто там посидеть, поесть, а это что-то познать еще, когда в коллективе, да, это же так интересно. И вот это как раз моя тема, в том числе это искусство ухаживать за собой, потому что это медитация, это так дает настрой женщине, потому что она, не то, что она, так, первое дети, вот знаешь, есть такой Лобковский психолог, может быть, ты читал книгу его, Лобковский очень рекомендую, особенно для мамочек, которые такие вот на седушке, мамочки, курочки, вот. То есть у них дети вперед, у них там муж вперед, родители вперед, работа, сами на себе, там есть тест, но я сейчас не буду его, этот тест раскрывать, пускай кому это интересно. И просто посмотрите, на какое место вы себя ставите, это крутой тест, и все сразу встанет на свои места, и будет понимание того, что действительно не просто так в самолете, на кого сначала маску надеваем, да, в лифте, что нужно сделать в первую очередь. То есть вот женщина наполнена, она сделает счастливыми всех, детей, мужа, родных всех, поэтому, милые женщины, я хочу сказать, что сейчас особенно наступает время, когда еще раз, но вообще нужно об этом каждый день помнить, да, о том, что, и задать себе главный вопрос, а что меня наполняет? Может, мне там часок сна нужно поспать, а где этот часок сна возьму, да, а может, мне нужно что-то вкусное скушать такое, и не ругать себя за это, что я там съела пирожное, и все, вот там животное растет, да, то есть не нужно себя критиковать, ну, пробегись лишний раз там, или пройдись пешком там лишнюю милю, да, а с кем я общаюсь? А вот это общение мне дает позитивный настрой, меня вдохновляет, помнишь, я в начале прошлого эфира говорила, что моя профессия вдохновлять, да, и когда я общаюсь с женщинами, я смотрю, на самом деле, что я их спрашиваю, что их в жизни вдохновляет, да, и самое интересное, что вот, допустим, мой бизнес, да, меня вдохновляет историю других женщин, когда я вижу, что проходит женщина, и как она, какая она становится, у меня история очень вдохновляет. Это, кстати, называется не нетворкинг сейчас, а сторителлинг, да, ну, ты знаешь, это модное направление, которое я как-то даже была на записи в Петербурге, и вот эта тема сторителлинга, где рассказ истории человека, и вот история, они всегда вдохновляют, как человек прошел путь, что ему там встретилось на пути, как он это преодолел. Ты знаешь, вот по поводу истории, бытует такое мнение, что часть людей, ну, есть такой эпатический слух, это когда мы, прослушивая речь другого человека, воспринимаем его именно в плане контекста, потому что есть вот эта эпатическая глухота, она еще называется. Ты про смысл сейчас говоришь, да? Да, я про контекст, про смысл, потому что когда что-то говорят, почему вот идет конфликт между детьми и взрослыми, да, потому что одни не слышат другие. Ведь доверие – это как счет банки, вот ты его пополняешь за счет чего? За счет негатива или за счет все-таки того, что ты в него вкладываешь? То есть вот любое негативное высказывание, любая ссора, любой конфликт, вот здесь надо не путать со словом конфронтация, то, что многие не знают, а политики иногда его используют. Говорят, вот Европа там конфронтирует с нашей стороной. На самом деле конфронтация – это отстаивание своих убеждений, несмотря на то, что твое мнение, твои убеждения могут расходиться даже с обществом, несмотря ни на что. И самое главное – это состояние, это когда тебе комфортно говорить человеку, глядя в глаза, то есть не отводя. Вот мы говорим, что, слушай, мне неудобно, да, но… И вот так я говорю. Я чувствую как бы момент, что мне очень неудобно, комфортно. И я чувствую, что нет искренности. Да, а когда я говорю глаза в глаза, то оппонент начинает воспринимать тебя как человека уверенного в своих убеждениях, человека готового отстаивать. А вот конфликт – это совершенно другое состояние. Это когда мы повышаем голос, мы игнорируем чужое мнение. Я как раз… Вот, поэтому здесь очень такая вот тонкая грань, и зачастую очень многие просто её не видят. Поэтому рекомендую вообще всем как бы немножко читать вообще смысл слов и обязательно ходить на… Да вообще читать книги же тоже, у нас тоже дают энергию книги, потому что книга – это же друг. И сейчас, помнишь, в прошлом эфире мы тоже слышали столько воспоминаний с прошлого эфира, как будто вот вчера… Ты, кстати, начала читать эту книгу, то есть воспользовалась моим советом, потому что действительно книга очень интересная. Книга вообще шедевр. Шикарная книга. Да. Поэтому как бы, да. Вот. Ещё раз давай тогда вот этот вопрос как бы, как её научиться генерировать, да, и из чего, то есть вот это генерируется женская энергия. То есть какие источники? Да. Вот мы говорили, что это… Спорт. Спорт. Потом эмоциональное состояние, да, которое зависит от окружения, от внутренних установок, да, фильтровать вот свои мысли, фильтровать. Кто что сказал, как реагировать, да, можно ведь взорваться как огонь, да, да, можно просто вот действительно включать эмоциональный интеллект. Ну, фокус внимания, да, не переключать. Да, фокус внимания. Дальше. Это любимое дело, когда есть что-то, что вдохновляет, но пусть это даже если она рукавички вяжет, да. Пускай вяжет. Пускай вяжет, но это круто. Это же… Фендмейт, да. Да, это называется уделение времени исключительно на самого себя. Да, да. На саму себя. Это может быть крутой фильм, да, тоже, который вот ты пример приводил, который вдохновит и так далее, да. То есть человек посмотрел, раз, он восполнил, да, энергию. Ну, вот, допустим, у меня велосипед, мне нравится очень велоспорт, я после этого, у меня просто энергия просто плещет, да, потому что для меня вот физика, она важна. Ну, конечно, про питание говорила, про сон – это основа, да, так как я врач по образованию, я реально понимаю, как это важно, потому что может быть хроническое недосыпание, и человек вот он, как белка в колесе, он не видит выхода просто. А надо на самом деле просто остановиться, оглядеться по сторонам и вообще, а куда я иду? Уделить себе время. Да, вот себе, да, 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 себе, но объективно, не то, что там, ой, я такая-такая, ничего не делаю. Мы сейчас говорим не про просто какие-то там дикие пьянки и это самое. Вообще не про это, да. Мы сейчас как раз говорим о том, что вот мы хотим что-то сделать, да, мы не делаем, вот, но все равно как-то жизнь проживаем там, да, где-то встречаемся с друзьями, вот, а наоборот, надо вот хотя бы по чуть-чуть научиться выделять себе время, потому что в сутках это 24 часа, но эти сутки делятся тоже, знаете, есть в рабочее время, когда мы ходим на работу, деньги зарабатываем, потому что жизненная необходимость. Второе время – это на обслуживание самого себя, не дошло до этого еще момента. Это когда человек тратит на то, чтобы приготовить, собрать других детей, ну, там, детей, там, да, своих домочадцев, для того, чтобы хотя бы те же зубы почистить, это тоже время. Поэтому есть способ шесть важных дел, если что. И третье – это время как раз на отдых, поэтому здесь нужно четко вот балансировать. Еще очень такой замечательный факт того, что люди, которые обладают большими деньгами, да, у них, как правило, нет свободного времени, а люди, у которых нет денег, у них, как правило, много свободного времени. Поэтому здесь нужно все подходить, ну, вообще все выравнивать. Но время – это же эквивалент, это можно монетизировать время, поэтому тут надо просто иметь наставника, который поможет, да, и найти этого наставника. И, кстати, вот вкладывать деньги в себя, в свое развитие, это очень сильно дает… Я всегда, у меня есть крылатая фраза, я говорю, что вложенный рубль в тебя принесет тебе, там, 100 рублей дохода, да, то есть, ну, люди не привыкли это делать. Они говорят, сначала будет вот это, и потом тогда я, да, то есть вот сначала и потом, то есть сначала должен быть фрукт, да, и потом я его съем. Ну, то есть, образно говоря, это все наполняет энергией. Это, конечно, путешествия, да, когда даже можно просто там по району где-то поехать или идти новой дорогой даже, идти новым маршрутом, да, то есть потому что вот Джо Диспенза, это же он говорит, что у нас эти протоптанные нейронные связи, и они по жизни просто никогда не меняются. Вот они изо дня в день, утром человек встает, у него все вот как, знаешь, как робот на автомате, там, берет телефон, смотрит в соцсети, идет чистить зубы, наливает чашку кофе или там чая, делает бутерброд, видит, то есть все как бы на автомате. А здесь, чтобы что-то новое появилось, нужно просто по-другому совершенно идти. А я-то думаю, что-то я испытываю проблемы, когда даже хожу сюда в студию, у меня никогда не получается ходить одной и той же дорогой, то есть я постоянно ее как-то меняю, то есть у меня, видно, проблема, да? У тебя наоборот, видимо, у тебя мозг генерит тебе новые, потому что ты же творческий человек, да, и у тебя мозг генерит тебе новые пути, новые решения, потому что решений миллионы может быть, да, и если один видит только вот этот путь, да, то есть люди, которые видят разные пути, вот, и вот это все пополняет. Ну и вот моя тема – это любовь к себе, это макияж новый, это просто даже новая помада, знаешь, оказывается, по психологии приобретение новой помады схоже, как покупка норковой шубки, то есть настолько это важно. Я тебе даже больше скажу, ну, вот, почитаю эту книгу, то подсознательно людьми воспринимается, особенно женщины, воспринимается приготовление пирога как кормление груди, то есть вплоть до этого доходит. То есть есть какие-то действия, которые влечут в какие-то, ну, подсознательные вещи, так или иначе. Ну, например, мужчина, который покупает Кадиллак, о чем он в этот момент думает, как ты думаешь? Ну, в книге написано, возможно, ты еще только не дошла. Так, если он покупает Кадиллак, думает, куда он поедет? Нет? Ну, понятно, куда он поедет, а о чем он думает? С кем он поедет? С кем поедет, вот, да, главный ответ – с кем. А кто вот этот с кем-то? Да. И, как оказывается по статистике, то мужчины, которые покупают Кадиллак, они как раз думают в этот момент, это эмоционально очень сильная такая составляющая, они как раз начинают думать о красивой женщине, то есть это может быть и любовница, то есть поэтому мужчины, которые покупают, это достаточно, еще раз, для своего разная покупка, именно Кадиллак, именно когда покупают мужчины. А ты знаешь, у нас вот когда компанию создали, дарили розовые Кадиллаки, но не у нас, не в России, а у нас розовые Мандель. Опять же, совершенно для какой-то каждой определенной группы, да, то есть есть мужчины, есть женщины, есть тот же и возраст, да, то есть есть статус определенный, по-разному всегда воспринимается в контексте та или иная покупка то или иное действие. Мне знаешь, какая идея пришла, сейчас дать такое полезное упражнение для всех, кто будет и слушает, как можно вообще поднять уровень энергии, чисто на физическом уровне. Я когда-то проходила тренинг, и я это упражнение себе взяла на заметку. Нужно представить себя в виде градусника. Ну, сейчас ртутные градусники не продают, но примерно вот такой вот со шкалой, которая идёт там от нуля до, от одного, допустим, до десяти, да, или там до двадцати. Вот, и представить прямо вот на физическом уровне, что и руками вот так вот можно делать, вот так немножко поднимать, то есть сначала сказать себе, какой у меня сейчас уровень энергии, ну, допустим, на двадцатку, да, или там на двойку, да, уровень энергии. И прямо помочь руками, при этом нужно стоять и помочь прямо руками как бы поднимать на таком физическом уровне энергию, да, допустим, раз, можно делать вдохи и ощущать, как уровень энергии поднимается на физическом уровне. Ну, вот когда вот, допустим, погода какая-то или давление низкое, и нет вот этой вот, не чувствуется энергии. И вот таким образом можно поднять себе уровень энергии просто чисто за минуты. Ну, я так понимаю, что это работает в таком ключе, что, наверное, человек в процессе подъема энергии, наверное, начинает обдумать, какими способами он может это приподнять, я правильно понимаю? Да, и так, он может, и чисто вот прямо на уровне ощущений даже, да, вот ты спросила, что ты чувствуешь, да, допустим, здесь на уровне ощущений можно спросить, ага, я вот чувствую, сейчас было на двойку, а сейчас у меня уже на пятерку, да, то есть и все, и у него уже другое восприятие начинается. И вот когда ты стал говорить, что кто в кадиллак-то сядет, да, это очень крутая же тема, тоже наша женская, я считаю, потому что когда мы проводим такое обучение, которое нас в городе вообще никто не дает, я в прошлый раз тоже говорила, четыре грани совершенства женщины, когда есть это все понятие относительное, да, королева, хозяйка, девочка, любовница, и как важно женщине уметь в определенные периоды включать эти состояния, потому что уже есть врождённые у женщин это понимание. А как вот эти состояния вообще в жизни проявляются? Как вот, ну вот, именно проявляются? Давай разберём пример девочки. Давай. Давай. Вот смотри, Юнг, и вот сейчас это там Лариса Ринар, там другие есть… Известные личности. Да, личности известные, преподносят каким образом, связываются стихиями. Допустим, девочка – это стихия воды. Какая вода? Переменную. Она лёгкая, переменчивая, да, она с одной стороны может такая журчащая, она может быть лёгкая, гибкая, да, с одной стороны. Вот, ну вот, самое главное – не переходить в крайности, потому что из состояния девочки что можно? Можно просить подарок, допустим, да, «Дорогое, купи мне что-нибудь, мне так очень хочется». Вот. Можно секундочку сразу немножко тебя остановить, да, вот, просить подарочек. А что вот в этот момент, нужно вот сейчас вот немножко копнуть поглубже, да, что чувствует мужчина, вот когда у него просит его любимая женщина, да, именно в этой стадии, что чувствует мужчина? Да, и если она просит из позиции, что она верит, что он сможет, это на самом деле, да, потому что она не просит из-за того, что она, я такая капризная, я топаю ножками, дай мне дай, да, а именно из позиции лёгкости вот этой вот, потому что мужчинам нравится, когда с ним рядом женщина в состоянии девочки бывает. А если, когда мужчина, ну, действительно, он может это сделать, то он получается, я так понимаю, самоутверждается, да? Нет, он получает просто удовольствие, что он может и удовлетворить потребность, да, и от этого у него… Либидо подскакивает. Да, 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 у него, он чувствует себя героем настоящим, вот, и если… То есть, просите, да, девушки, женщины, да, просите. Но она даёт ему эмоции, она говорит, спасибо тебе, я тебе так благодарна, да, то есть она может быть благодарной, вот это состояние девочки. Единственное, что если когда крайность, допустим, вот, ну, там, что-то не даёт человеку, или там дети как-то себя ведут, да, и женщина начинает в этом состоянии ругаться на детей, ну, то есть она может таким высокими тонами голос, да, у неё может быть не низкий, а более такой высокий, да, такой… Нависк даже. Нависк даже, да, там, вы меня не слушайте, там, ну и так далее, я просто не умею это делать, вот, поэтому не могу вас присвести, вот. Вот, и получается, что её в этот момент просто никто даже не услышит, да, и потому что её не воспримут серьёзно. И внешне такая женщина, как правило, не красится вообще от слова, у неё она не подводит даже брови, то есть у неё, вот, как правило, отсутствует цвет бровей, не видно, она особо ничего не красит, и как бы вот внешне вот она как девочка, да, то есть получается, что если она хочет пойти повышение по работе попросить, да, или она что-то, вот, что-то договорится с чем-то, но ей хотя бы элементы макияжа обязательно нужны, хотя бы пусть это будет, там, помада, допустим, да, что-то такое, потому что физиогномика, есть такая наука, физиогномика, и в том числе, почему с древних времён, там, макияжа, да, почему свеклой даже, там, щёчки подрисовывали, да, там, губы и так далее, потому что всегда считалось, что женщина, она должна себя украшать, она должна себя украшать, таким образом она превращается вот в эту берегиню, она превращается совершенно, она делается на стройку с внешним миром, и она может таким образом транслировать, кто она такая на самом деле. Ну и опять же, когда люди встречают в себе подобных, условно говоря, ты сейчас только что сказала про физиогномику, физиогномику, это, скажем так, у кого какое тело, да, то есть и кому как, с кем легче будет всего контактировать, да, с кем, возможно, у вас не получится. Действительно, тело является таким важнейшим фактором для человека, потому что мы с этим телом живём, ходим, таскаем его, скажем так, вот, соответственно, оно делает определённые отпечатки на наше психологическое эмоциональное состояние, состояние, действительно, без этого никуда. Хотите, чтобы на вас меньше влияло тело, да, занимайтесь телом, вот. И я так понимаю, что не в каждом состоянии нужно вот идти и что-то получать. Вот ты сейчас сказала, что вот есть как бы состояние девочки, то, наверное, просить какое-то повышение, наверное, это не самая удачная форма, да? Да, нужно себя осознавать в этот момент вообще, что я, а кто я, вот как ты вот идти. И зачем я это делаю, да. Да, и зачем я это делаю, то есть прежде, чем выдать реакцию, ну, как животные выдают же сразу реакцию, там, допустим, на них нападают, они там сразу, там, пугаются, зажимаются, убегают и так далее, либо сами нападают, вот. Поэтому здесь нужно как бы немножко сделать себе, там, может быть, это может просто вдох-выдох, да, чтобы как бы не сорваться, и в том числе не на детей, да, потому что вот я когда работала в стационаре, и там на приёме, я понимаю, что вот сколько много действительно с детства идёт психосоматических вот этих моментов, и в том числе родители, они порой иногда бросая слово какое-то или действие производя, они, ну, как бы не очень-то ресурсно дают состояние своим детям. Я уже сегодня говорил про эпатический слух, вот как раз вот и подразумевает под собой, опять же, вот мы понимаем, в каком состоянии мы находимся, также слышат ли нас, то есть иногда, порой, нужно сказать меньше, чем больше, ну, сказать... Золотые слова. Да, ну, сказать суть. И когда мы что-то говорим, важно не оскорблять достоинство и честь другого человека. Так, я сейчас немножко как бы от темы отвлекусь, но часто замечаю, что и политическая ситуация в стране достаточно такая напряжна, когда страна делится на два лагеря, условно говоря. И вот здесь вступает как раз вот этот момент, что мы не слышим друг друга, и наша задача — задеть другого человека и за счёт этого доказать свою точку зрения, свою права. Приподняться. Приподняться, да, поднять свою статус за счёт другого. То есть унижение другого человека на самом деле ведёт к конфликтной ситуации. Это не конфронтация. То есть ещё раз, вот про такие простые вещи говорим, казалось бы. Да. Вот, но они с подтекстом и с каким-то определённым смыслом. Так, в виде женских состояний мы вкратце немножко... Ну, я могу ещё, знаешь, про одну, про королеву сказать. Давай. Да, вот смотри, про повышение заработной платы интересует. В каком состоянии нужно подходить? Смотрите. Ну, у нас, у большинства женщин, я же про свою статистику говорю, так как мы проводим такие занятия, мы проводим сначала, даём тест. Так что, если что, кто придёт на занятие «Четыре грани совершенства», мы сначала тестируем. И женщина понимает, какое у неё состояние преэвалирует. Потому что преэвалирует, как правило, одно-два из четырёх. Вот. И, допустим, если у неё чаще бывает состояние хозяйки, хозяйка – это что? Что, там, а ты носки постирал, там, а ты в магазин сходил, там, а ты с собой взял. Поведение родителей такого, да? Да, такое поведение родителей, такое надпозиция, да? То есть... Типа я всё знаю, и ты должен, грубо говоря, выполнять то, что я говорю. Очень такое нересурсное вообще состояние. То есть, получается, мужчина, он не чувствует себя комфортно и свободно. Да, ему, с одной стороны, удобно. Ну а что, обед сготовлен, там, еда есть, тепло, дети накормлены, да, порядок в квартире. Кстати, я хочу сказать, что очень важно ещё, вот, ремарочка туда, назад чуть-чуть. Очень важно в порядок в квартире выкидывать вещи, то есть не захламливать. Но, знаешь, хотя бы 90 предметов из своей комнаты раз в 3 месяца можно убрать, выкинуть. Потому что, когда хлам в квартире, когда, вот, знаешь, нет пространства, вот у тебя здесь вообще прямо красота, да, то есть такой простор, прямо дышать хочется. А бывает, квартиры, они все захламлены настолько, то есть какими-то поделочками, какими-то там листочками, всего-всего, да, то есть, получается, нет энергии в помещении. И именно поэтому, вот, хозяйка, она как бы пока порядок там наводит, да, то есть у неё там финансы там в порядке, там оплачены счета, ещё что-то. Но она действительно в позиции родителя. И получается, что, да, мужчине удобно, но рядом с такой женщиной просто удобно. Просто удобно. Просто удобно. И, опять же, это снимается с мужчиной ответственность. Очень важно, что, ну, я сейчас просто к чему подвожу. Когда мы снимаем с себя ответственность, поэтому нас постоянно, точнее, если бы сказать вот так более делуем языком, то мы автоматически ущемляемся в своих правах. Вот когда мы отказываемся от ответственности в принятии решений. То есть автоматически идёт ущемление наших прав по всем вопросам. Как я, когда я это вот узнала, да, потому что вот самое крутое, чуть следующее состояние расскажу, как королевы-любовницы, просто немножко хозяйку задела, потому что надо было обязательно. И я, как только я начала себя контролировать по отношению к своему мужу, я поняла, думаю, боже мой, Лена, что ты делаешь? И вот каждый раз, как только у меня возникало желание что-то сказать, там, а ты это взял, там, ну, вот какой-то контроль включить, да, я себе сразу же, ну, вот, сдерживала себя, а сейчас у меня уже выработалась привычка, то есть я понимаю, что он взрослый человек, он не ребёнок, да, и, собственно говоря, всё будет хорошо, и всё справится даже лучше, чем, там, я могла бы что-то сделать. Вот, поэтому вот это очень важно, то есть не перегибать вот здесь, да, это очень хорошее состояние, но не перегибать. А вот самое интересное, с кем интереснее мужчине? Мужчине всегда интересно с любовницей и с королевой. Почему? Сейчас объясню. Любовница, она привлекает, опять, чтобы все правильно поняли, я не говорю про какие-то вещи, да. Мы говорим про психоэмоциональное состояние человека. Она развивающаяся, с ней интересно. То есть вот я вчера, кстати, вечером включила фильм, вот чисто случайно, я особо не смотрю телевизор, вот, ну, практически узнаю там иногда у мужа, а что происходит в мире. Ну, вот такая вот я, знаешь, не сильно погружаюсь вот в эти вещи. И фильм как раз, значит, он был крупным там бизнесменом, а она там полы мыла, скажем так, и жила, ну, там семейная такая ситуация была, у него был муж, ну, как бы, ей его навязали, образно говоря. И когда она пришла вот к этому предпринимателю, там что-то у них финансовые какие-то были, разборки. И он сказал, а ты можешь вот побыть со мной, просто вот пообщаться? И в результате потом у них сложилась вот эта семейная ячейка, ему было с ней просто интересно. Он себя чувствовал личностью рядом с ней, и ему было интересно. Не просто там, вот есть тело красивое, да, там красотка такая, но она вот вообще не развивается. Я всегда говорю женщинам, развивайтесь. Не нужно быть просто миска, стрюлькой, да, приготовила, напоила, накормила. Обязательно развивайтесь. И говорите мужчине, что, чтобы он видел рядом, и настоящий мужчина он всегда увидит. Нет, просто женщина, он увидит личность рядом. И он будет помогать этой личности развиваться. Помогать просто, да. И как бы, ну, а самое главное, что у нас есть вторая сигнальная система речи, и чего нет у животных. И мы можем договариваться. Вот. Ну, а позиция королевы, я уже сказала, что это позиция не над. Это просто, одним словом, это достоинство. Статус. Это статус. Статус, который достигается не за счёт ущемления другого. Да. И именно, скажем так, как это правильно называется, доминация, да, а вот именно понимание того, кто ты, что ты, и что независимо от ситуации. Да. Без всякого уничтожения, уничижения, доминирования и так далее. Потому что это, вот знаешь, это вин-вин позиция, выиграл, выиграл, да. Но при этом она не суетится. Она не там, у неё вот этого нет вот какого-то, знаешь, вот такого, то есть у неё есть грация, у неё есть стать, достоинство. Нет никакой суеты абсолютно. И вот это вот внутреннее спокойствие, оно очень часто передаётся мужчине. Ты сейчас сказала вин-вин состоянием. Чтобы было понятно, конфликтность, она вообще проявляется в том, что интересы у всех разные. И конфликтная ситуация развивается только в том случае, когда интересы не принимаются в расчёт, ну, при общении. Вот. И вот само вот это состояние вин-вин, то есть победил-победил, это когда мы о чём-то договариваемся, то мы понимаем, что человек что-то хочет тоже получить взамен, и вы что-то хотите получить, но от этой сделки все должны выиграть. И когда вы это учитываете, это сейчас там просто Стивен Кови, да, то есть ты подходишь всеми эффективных качеств человека, вот, действительно, это состояние позволяет снижать конфликтность и позволяет вам приумножать. Приумножать можно всё, что угодно, будь это финансы, будь это состояние, плюс, ну, также могут это относиться и к взаимоотношениям между молодым и старшим поколением. Вот поэтому мы сейчас вот немножко так вкратце обо всём рассказали. Да, и вот если надо завершение по поводу пополнения, вот, допустим, стихия, помнишь, я говорила, что чайок, вода – это девочка, огонь – это любовница как раз, огонь, страсть. А земля – это хозяйка, и воздух – это королева. То есть вот эти все основные стихии. Поэтому женщине, которая любит природу, и она может со всеми стихиями взаимодействовать, конечно, ну, ей нужно вообще взаимодействовать с природой женщины. Сейчас просто тут сообщение отправляет брат. Так. Вот у него новые отношения начинаются, поэтому как спрашивал меня, как начинать общаться. Вот я ему подсказываю, то есть как куратор. Вот это да, здорово. То есть ты наставник ещё. Да, просто, знаете, вот он хотел познакомиться с девочкой, всё время стеснялся, говорю, просто подойди и скажи, что ты мне нравишься. Всё, больше ничего не надо говорить. Супер. Чем больше ты открыт в плане твоих каких-то эмоциональных вот этих состояний, да, люди видят это и видят, что от тебя не исходит угроза. Это самое главное. То есть вот любая ретрансляция чего-то, опять же, возвращаясь и к мужской энергии, и к женской энергии, то то, что мы ретранслируем, то нам возвращается. Опять возвращаясь к этому фильму, там, да, «Красотка в ударе», обязательно посмотрите. То есть здесь надо сравнивать, да, как это состояние достигается, да, то есть вот за счёт банального прослова. Вот этой функции сравнения, да, можно приобретать намного больше всего. То есть это и экономить деньги в магазине, там, да, то есть и видеть, что тебя где-то обманывают, или наоборот, там, ну, то есть всячески применяйте эту функцию, и вы увидите, что ваша жизнь будет меняться в лучшую сторону. Лен, давай тогда, смотри, сейчас уже мы заканчиваем, мы решили сделать свой формат где-то до часа, вот, поэтому вкратце расскажи про «Четыре грани», да, то есть как попасть и что это даёт, скажем так, ну, мы уже сказали, что, конечно, даёт, но ещё раз не помешает повторить. Да, это проект, мы называем «Школа макияжа «Четыре грани совершенства», что мы можем, у нас разные специалисты, стилист, как одевается вот этот архетип хозяйка или как одевается архетип любовницы. То есть вы на курсах разбираете… На курсах имидж, дальше мейкап, как она красится, да, когда стрелки, когда смоки айс, когда деловой макияж, когда ньют, да, в каком состоянии. В это время женщина психологический портрет получает, она разбирает вот эти стихии, то есть, в принципе, психологический портрет тоже я даю, ну, то есть у нас нескольких специалистов, вот, и завершение аромат, которым транслирует, это очень тонкая грань, которая транслирует о женщине очень многое, да, то есть я всегда говорю, не подбирайте аромат на бегу на ходу, вот там нюхнули, понравился, не понравился, всё, побежали дальше, то есть не нужно, вообще в мелочах очень важно, суть энергия в мелочах, с чего мы начали, по антилизм этот же, да, то есть в каких-то штрешочках, пунтиках, вот, и это четыре встречи, четыре занятия, мы сделали такой мини, то есть это платно, но очень чисто символические средства, главное, чтобы были набор хороших кистей, либо мы выдаём, либо человек может приобрести, вот так вот, да, потому что ведь важно, как в жизни кисти, краски и холст, да, если у человека есть кисти, краски, он может раскрасить свою картину жизни так, как он считает нужным, да, мы просто помогаем женщине осознать, и они говорят, боже мой, как я себя до этого вела, то есть у них появляется осознанность, и я всегда говорю своим коллегам, что, своим единомышленникам, что, представляете, что мы делаем в жизни для каждой женщины, которая проходит эти, у меня некоторые ходят по два раза, даже Лена так с первого раза не поняла, пойду ещё раз пройду. Ну, самое главное, знаешь, вот куда-то пойти и что-то получить, ну, потратить время на себя. Да, вот это, это же тема, да, то есть я, я всегда коллегам говорю, которые, вот знаешь, начинающие и так далее, они как-то стесняются к женщине подойти и пригласить. Я говорю, девчонки, мы такое дело, мы такую миссию несем, а кто это делает, посмотрите, да, они могут прийти в визажисту, их накрасят, как их видят, и они там вечерок попрыгали и ушли, всё, их жизнь от этого, да, поменялась ненадолго, да, что-то произошло, трансформация какая-то, ну, а будет здорово, если они это с обучающим подходом ещё делают. И поэтому мы не делаем этот проект часто, но мы всегда, когда это делаем, мы действительно вкладываемся просто реально, просто вкладываемся в каждую женщину. И они уходят, у них глаза светятся, они говорят, у них даже начинает изменение в жизни происходить, даже вообще отношения с мужчинами меняются, отношения с детьми. Представляешь, вот это, как вот локатор женщина ходит, да, и она вай-фай раздаёт уже другой, то есть, понимаешь, совершенно другой вай-фай раздаёт, просто какой-то бомбический вай-фай. Можно с вами законнектиться, да. Ну, почему, может тоже это, кстати, влиять, да? Просто я кайфую сама от этого, просто сама от этого проекта, и я очень рада, что мы это делаем, потому что это трудоёмкий процесс, но мы это делаем всё равно. И женщины разного возраста приходят, даже которые уже на пенсии, но они хотят, чтобы у них что-то маячило в жизни, даже если это 60-70 лет. Ну, ты знаешь, это в любом случае повышение эмоционального состояния в положительном ключе, потому что даже взять элементарно на подарок, уже просто буду заканчивать, да, потому что время идет, взять вот обычный подарок. Если человек обладает, скажем, каким-то статусом с точки зрения финансов, да, то есть он может себе всё позволить, уже много чего купил, и такому человеку достаточно трудно чем-то удивить и что-то подарить. Да, материальные вещи для него не имеют такую ценность. То есть там уже человек смотрит на совершенно другие вещи и встает над финансовой безопасностью, что у него есть всё. И здесь действительно важно дарить эмоциональную составляющую. Вот как одна из вариантов эмоционального этого подарка, как вот эти четыре грани, то это то, что счастливая женщина дома, это, наверное, залог успеха и вообще состояния мужчины. Такой мужчина будет всегда процветать у такой женщины, точно. Да. Ну что, друзья, на этом всё. Я благодарю Елену Баранникову за то, что она посетила нашу студию, наш канал. Мы сегодня говорили про женскую энергию, как она влияет, из чего она формируется, какие есть способы восстановления, а также то, что влияет на, скажем так, на потребление вашей женской энергии. Как с этим, скажем так, бороться, да, для того, чтобы дарить радость и дарить счастье. Вот. В принципе, всё, наверное. Это всё. Спасибо тебе, Миша, за приглашение. Я очень рада, что есть такое место, где есть такой профессиональный интересный собеседник, что ты создаёшь такую атмосферу, и ты аккумулируешь такую энергию вот в этом пространстве, в твоём. Я прям вот реально это чувствую, и хочется творить и дальше вдохновляться, дальше действовать. Потому что у тебя здесь всё создано, все условия. И спасибо тебе вот за этот огромный, огромный твой труд и вклад, я бы даже сказала, на уровне не нашего города, да, больше, потому что это идёт трансляция, вай-фай ты раздаёшь по всей России, и не только. В общем, держитесь. Да, спасибо тебе. Спасибо, Лена. Ну что, на этом всё, пока.